В исправительном учреждении номер 28 один из заключенных нанес себе повреждение. Инцидент произошел 26 января. Супруга пострадавшего, услышав такую новость, немедля прибыла в Уральск из Атырау. Она обратилась на наш телеканал, чтобы разобраться в ситуации. Подробнее далее. 26 января при обыске камеры у отбывающего наказания Асхата Салменова был обнаружен сотовый телефон. Подобные вещи в тюрьме запрещены. Сам заключенный вину за такую находку не признал, что не помешало отправить его в штрафной изолятор. После этого инцидент с самоповреждением и произошел. В связи с тем, что давление на администрацию Асхата Салменов нанес себе телесные повреждения путем пореза приплечья обоих рук. Была вызвана скорая помощь, оказана первая медицинская помощь, скорая помощь. Жизненно важных органов повреждено не было. Состояние в данный момент удовлетворительно. По окончанию отбывания в ДИЗО на сутки Салменов будет переведен в строгие условия содержания. Согласно статье 130 главного исполнительного возраста. По данному факту сейчас идет служебная проверка. В ее результате и будет выяснено, кому принадлежат телефон и, собственно, истинные мотивы пострадавшего. Между тем, из АТРАО к отбывающему наказанию мужу, узнав о ослучившемся, приехала Айну Рассетова. Айну Рассетова сразу по прибытию подала жалобу в Департамент уголовно-исполнительной системы с просьбой разобраться в обстоятельствах дела. Однако ей не выдали талон, который подтвердил бы регистрацию ее обращения. В итоге ей пришлось вернуться в Уральск. В этом ведомстве мне не дали талон. Вы только подумайте, я ради этого 500 километров проехала. Почему с их стороны такая безответственность? Поэтому пришлось сюда возвращаться. Между тем, Айнур удалось поговорить с мужем по скайпу и убедиться лично, что сейчас с ним все в порядке.